Привет, на связи Борис Соколов, сайт visasam.ru Сейчас сижу, пью кофе на пляже Дубай-Марины Давайте вам расскажу Какая погода в Дубае зимой Стоит сюда ехать зимой Ну и вообще нюансы зимнего отдыха Причем смотреть это видео Подписывайтесь на наш канал Где будет много видео о Дубае Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал Где расскажутся об инвестициях в недвижимость В переезду в Дубае Уровни жизни здесь, оформление резидентской виз Там есть вся эта подробная информация И конечно же любые вопросы Можете задавать в нашем русскоязычном чате Где люди отвечают, делятся своим мнением И туристы, и кто здесь живет Так что если что-то непонятно Задавайте вопросы под этим видео Задавайте вопросы в нашем чате А мы поехали Это вообще в Дубае сезон Самый высокий туристический сезон С октября по апрель Зимой мне нравится Например, мое любимое время Отдых в Дубае Это начало декабря А в декабре вообще погода Хорошая температура где-то Температура воды в декабре 25-26 градусов И воды, и воздух Ну в начале декабря потеплее Например, 26 В конце, например, уже Спускает температуру к 24 Почему самое любимое время Мое начало декабря Во-первых, классная и отличная погода Как воды, так и воздуха Вечером уже становится немножко прохладнее Можно погулять Днем комфортная погода Для того, чтобы загорать, купаться Нет такой палящей жары Например, как там в сентябре Еще или уже в мае, или летом И еще нет туристов Которые едут сюда на Новый год Воду, привет, до 20-го числа декабря Если вы возьмете путевку 15-го И прилетите до Нового года Можно еще и найти хорошие цены Зима вообще Здесь считается Зима, вуаэт Так же, как у нас времена года То есть с самым прохладным временем года Зимой уже могут начинаться ветра Такие вот как раз в январе Они могут быть Иногда дожди Но сразу скажу, дожди Это не как у нас там Или не как в азиатских странах Просто несколько дней В году, если вот Они идут И как раз в основном, например, зимой В январе Но может испортить вам отдых Если будут здесь ветра Ветра тут, конечно, не такие, как в Египте Не так, как сносят все С лежаков Но тоже не совсем приятно Потому что январь Самый прохладный месяц по погоде Температура где-то 23-24 То есть днем может быть 26-27 Ночью уже опускаться, допустим, ниже 20 Может опускаться до 15-16 градусов Например, вечером Температура воды 22-23 градуса Опять, ну, мне, например, прохладный Если дует ветер, мне не хочется Идти в воду в такую погоду Ну, я просто живу постоянно за границей В том числе в теплых странах А люди, кто-то приезжает, говорят Да нормально, классно, и купаются Это на любителя Ну, опять, если у вас будет бассейн с подогревом Хороший отель Это будет плюсом для, например, января месяца Но еще, почему мне не нравится это время Не то, что за то, что становится прохладнее Вода холодная Но очень много туристов А я все-таки люблю, когда спокойнее В более такую обстановку Не такое большое количество людей Например, на пляже Зимой, кстати, можно еще найти Хорошие магазины и скидки Если вы любите шоппинга Но вот еще Чем зимой мне не слишком нравится Световой день сокращается до 5 часов вечера И уже, например, не так долго Вы можете покупаться на пляже Кому это важно Опять же, вечером идите на шоу Поющих фонтанов в Дубай Прогуляйтесь, посмотрите на них Баскребы Прогуляйтесь по набережной Дубай Марины, посидите в кафе Тоже есть чем заняться Вообще, в Дубае, в принципе, можно отдыхать круглый год И купаться, и загорать И наслаждаться солнечной погодой Если вам понравилось это видео Ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал Не забывайте, что любые вопросы Можете задать в нашем телеграм-чате А можете подписывайтесь на наш телеграм-канал Где рассказывается о переезде в Дубай Жизни здесь Об инвестициях в недвижимость Кстати, вот чем еще нравится зима Если вы задаете недвижимость Это самое классное время Для того, чтобы задавать недвижимость На долгий срок Потому что как раз начинается Туристический сезон Приезжает много туристов И вы можете, например, заключить контракт на год А тут обычно на 6 месяцев Либо на год С арендодательным контрактом По более высокой цене Ну или в краткосрочную аренду Тоже, если вы решаете сдавать недвижимость В краткосрочную аренду Где-то с октября по март С весны С осени по весне С периода осень-весна Здесь самые хорошие цены Самые высокие цены Для того, чтобы сдать ее в аренду Следовательно, если вы приезжаете как турист То цены тоже высокие на аренду И если вы хотите арендовать жилье Например, на долгий срок На год То лучше его ищите весной Летом, когда все туристы уезжают И можете найти более приемлемые цены Например, если вы приехали ближе к Отсузе Вы снимите на 1-2 месяца Смотрите здесь Потом арендуйте жилье на долгий срок Это вот совет тем, кто сюда собирается переехать жить Если вам понравилось это видео, ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал С вами был Борис Соколов С сайта visit.sam.ru И до встречи в следующих видео Пока-пока